Карл IV, король Чехии и император Священной Римской империи, правил долго и успешно, а Лёша I Халецкий, создатель видеоканала об умных играх Лёша играет, долго и успешно играл в Kingdom Come Deliverance и решил по этому поводу сделать обзор. Всем привет, давайте же нырнём в средневековье. Вообще, когда игра вышла на Kickstarter в 2013 году, Даниэл Вавра, создатель знаменитой Mafia The City of Lost Heaven и сегодня создатель Kingdom Come Deliverance, обещал, что это будет ролевая игра, предлагающая свободу действий в серии The Elder Scrolls, но в настоящем средневековье и с упором на реализм. По моему скромному мнению, авторы нас не обманули и Kingdom Come Deliverance действительно мне очень напоминает Моровинт, при этом я действительно себя ощущаю в Чехии начала 15 века и то, что происходит на экране очень даже реалистично, иногда даже слишком. Тем не менее, у игры есть проблемы и, видимо, именно они не позволяют с полной уверенностью сказать, что это шедевры. Хотя, по моему мнению, Kingdom Come Deliverance действительно веха в игростроении и это первая игра после третьего Ведьмака, которая меня захватила на долгое время. Естественно, я не беру во внимание мои любимые стратегии, я говорю именно о ролевых играх. В Kingdom Come интересно находиться и в нее постоянно хочется возвращаться. Однако, если мы зайдем на Steam, то увидим, что всего лишь 72% обзоров положительные. Почему так? Да потому что этой игре надо дать время, чтобы она вас в себя влюбила. Вообще, я даже и не припомню никакую другую ролевую игру, в которой пролог был бы настолько долгим. На самом деле, настоящий Kingdom Come Deliverance начинается примерно часов через пятнадцать. Поэтому, если вы читаете обзоры, которые написаны через два часа, через восемь часов игры, то эти люди просто и не видели самой Kingdom Come. Они все еще находятся в прологе, где их обучают Азам и знакомят с сюжетом и с тем, что происходит в 1403 году в Богемии. И как будто этого мало. Даже когда нас отпускают и вроде как дают свободу действия, все равно очень желательно пройти обучение в обращении с оружием, пройти некоторые начальные квесты врата и только тогда можно со спокойным сердцем и душой отправляться в свободное плавание. И это, конечно, не считая огромного количества багов, самые смешные из которых я вот показываю и буду показывать в течение обзора. Но о них мы поговорим позже. Вообще, во время моих стримов я уже серии 9 сделал и планирую продолжать играть для вас в Kingdom Come Deliverance. Кстати, посмотрите их, ссылка есть в описании, либо сейчас появляется в верхнем правом углу. Так вот, мне писали, что игра очень похожа на Oblivion. The Elder Scrolls 4 Oblivion. По мне же, все-таки больше на Morrowind. И это, конечно, очень большой комплимент для современной игры. Самое главное, что мне всегда нравилось в играх серии The Elder Scrolls, это то, что вы не начисляете какие-то очки характеристикам или навыкам, которыми вы не пользуетесь, а получаете именно прокачку в тех областях, которыми вы чаще всего и занимаетесь. Хочется вам бегать по лесу и отстреливать зайчиков? Получите прокачанную охоту. Хотите заниматься стелсом и воровством? Пожалуйста, будут прокачаны карманные кражи и незаметность. Кстати, гайд по пути вора я уже успел сделать на своем канале, тоже его посмотрите. Именно это делает любое прохождение уникальным. А хочется прокачать вообще все, так пожалуйста. Свобода выбора в этом плане никто вас и ни в чем не ограничивает. Та реалистичность, о которой говорили разработчики во многом в тему, но все-таки иногда раздражает. Особенно это касается сейвов, конечно. Да, вы правильно пишете, что не надо давать сохраняться вообще в любой момент, чтобы не было этого использования сейфлоудов, предположим. Но сделать автосейвы в игре почаще надо было бы. В одном из стримов я это наглядно демонстрирую, когда у меня игра вылетела с ошибкой после двух часов без сейвов. Да, можно сделать этот спасительный шнапс, научиться, но это в некотором роде рутина. Меня, например, не раздражает постоянно кушать в игре и чистить свои доспехи, потому что это сделано и логично, и не заставляет вас страдать. В том плане, что, ну, неначищенные доспехи имеют штраф к обаянию. Вы это прекрасно понимаете, когда разговариваете. Не поели — тоже штраф к характеристикам. То же самое касается и невыспавшегося персонажа. То есть в те моменты, когда ограничения, накладываемые игрой, сталкиваются с отсутствием инструментов, которые эта игра дает вам, начинается раздражение. Да, хорошо, разбойники всегда могут там вас услышать по бряцанию ваших доспехов или заметить отблеск на ваших латах. Но когда они за вами гонятся аж до деревни, где радостно умирают убитые стражи, это выглядит несколько тупо. Тем более, что вы почему-то при этом не можете с ними ни о чем договориться. Вам помочь? Это удаха? Размер игры тут, конечно, меньше, чем в том же Ведьмаке, да и, думаю, меньше, чем в Скайриме. Но за счет того, что вам постоянно надо играть с оглядкой на сейвы, с оглядкой на отдых, еду и так далее, то перемещение здесь ощущается как почти в настоящей жизни. Две расположены рядом деревушки, но даже если вы воспользуетесь быстрым перемещением, вас могут ждать неприятности. А так как вы боитесь этих неприятностей, потому что сейв фиг знает когда был сделан, да и в животе от голода бурчит, то сам факт того, что вы добрались до нужного места, вас радует. И это не та радость, что фуф, меня разработчики мучили на пути сюда, специально создавая какие-то проблемы. Нет, именно что радость преодоления преграды. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. Игра сейчас в открытом бета-тесте, там появляется много новых фич, например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите и регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом, и используйте кодовое словосочетание Леша играет. С одной стороны, к минусам можно отнести то, что главного героя вы не создаете, он задан разработчиками без возможности сделать шаг влево или шаг вправо, вы Инрджих или Хайнрих или Генрих, в каком периоде играете сын кузнеца из селения Скалицы, но, собственно, это все жесткие рамки, все остальное вы с героем можете сделать как захотите, та самая система развития персонажа в зависимости от того, как вы играете. Поэтому, конечно, наш Генрих Хайнрих, он же Индрих, не ровня Геральту из Риви, он не такой харизматичный, зато слепить из него в будущем вы можете кого угодно, а не только того же Геральта из Риви, Беловолосого Ведьмака. Я думаю, единственная причина, почему вот так жестко был задан изначально характер, это для того, чтобы сделать кинематографичность сцен прохождения главного квеста более персональной. И, по-моему, авторам это удалось, и я считаю, совершенно правильная идея не делать главного героя безымянным болванчиком, отдавая его внешность и имя на откуп игрокам. С одной стороны, Kingdom Come Deliverance создана на уже устаревшем движке CryEngine 3, который появился аж в 2009 году, и поэтому вот визуально она все-таки ощущается не совсем современной игрой. С другой стороны, даже с таким движком Kingdom Come может вас удивить, особенно здесь удались леса, пожалуй, здесь самый красивый лес в играх, который я видел, да, и иногда, когда по полю скачешь, тоже дух захватывает. При этом игра умудряется тормозить абсолютно у всех. Какие бы вы настройки не выставили, она обязательно в каком-нибудь месте будет тормозить. При этом ресурсы компьютера игрой расходуются не так, чтобы много. То есть это типичная проблема оптимизации, и игра явно выпущена раньше срока. Тут я уже подхожу к теме багов, которых в игре очень-очень много. Но все дело в том, что все вот эти проблемы, о которых я говорю, они правятся патчами, и даже без патчей по-хорошему не особо мешают играть, да? Некоторые квесты забагованы, некоторые квесты просто невозможно пройти. Но меня вот почему-то это не раздражало абсолютно. Ну, не проходится и фиг с ним. Есть чем другим заняться. Хотя, конечно, я бы вам посоветовал подождать пару-тройку месяцев, когда разработчики все-таки допилят игру до нормального состояния, и тогда уже погрузиться в Kingdom Come. Хотя, если с другой стороны посмотреть, то все эти баги довольно веселые. Опять же, вы в течение видео можете насладиться некоторыми забавными ситуациями. И все-таки я соврал. Есть один технический момент, который лично меня раздражает. Это в некоторых местах долгая подгрузка диалогов. То есть, игра по какой-то причине видимо именно в тех местах, где есть какие-то развилки, где требуется запустить тот диалог, который зависит от ваших предыдущих решений, там Kingdom Come начинает ощутимо притормаживать, и это действительно раздражает. Ну, раз я заговорил о диалогах, отмечу, что есть перевод на русский, но нету русскоязычной озвучки. Тут создателям не хватило денег. Имеется только английская, немецкая и французская озвучки. Я играю с немецкой, потому что я считаю, что в Священной Римской империи скорее будут говорить на немецком языке, чем на английском или французском. Но хотелось бы, конечно, чтобы была и чешская озвучка, и вроде как авторы говорят, что через несколько месяцев, вероятно, она появится в игре. Но русской, еще раз отмечу, нет. Еще одна уникальная фишка игры — это система боев. Да, в этом месте я отвлекусь, и скажу, что на удивление Kingdom Come заточена под игру на персональных компьютерах, а не на консолях. Все известные ролевые игры от первого и третьего лица последних, не знаю, лет восьми, всегда были оптимизированы для управления с геймпада. Здесь же в Kingdom Come с геймпадом и драться тяжело, а самое главное — заниматься воровством, а точнее вскрывать замки. Это практически невозможно из-за стиков, поэтому рекомендую играть в Kingdom Come с клавиатурой и мышкой. Действительно, многие вещи становятся более простыми. Так вот, уникальная система боя с одной стороны вначале кажется сложной, но когда ты к ней привыкнешь, оказывается очень даже интересной. В всяком случае, это намного сложнее, но при этом разнообразнее, чем тупое закликование в том же Ведьмаке. Я не буду говорить, что она идеальна, что это прям супер-пупер шедевр, но мне она по нраву и тут как минимум стоит отдать должное разработчикам в том, что они постарались сделать такую необычную, уникальную систему битв и драк. Если вы видели мои стримы, то, наверное, обращали внимание, что там я очень сильно возмущался по этому поводу, но это опять претензии к разработчикам не в том плане, что система сложная, а в том, что они не объяснили игроку, что надо сначала обучиться этой системе серьезно. Если вы начинаете только в Kingdom Come играть, то я вам крайне рекомендую, когда вы появитесь в Ротая, сразу идти на ресталище и там тренироваться, тренироваться, тренироваться. Тем более, что тренировки вам помогут и прокачать ваши навыки. Это не просто ради галочки, чтобы вам показать движение. У вас еще умение битвы будет прокачивать. Есть возможность драться на мечах, булавах и топорах, а также использовать лук. Ну, я видел много претензий к Kingdom Come, что вот разработчики не знают, что в 15 веке уже были арбалеты, вот разработчики не знают, что по деревням не только взрослые, но и дети должны бегать. Ну, здесь скорее претензии не к тому, что разработчики не знают, а то, что у них не было ни времени, ни денег эти вот варианты воплотить в игре. По-моему, разнообразие и оружия, и доспехов достаточные. Тем более, что и сам доспех тут тоже влияет на отыгрыш роли. Вы одеваете разные доспехи и по-разному на вас реагируют. Встречные, поперечные. Бандиты так вообще могут убежать при виде хорошо одетого рыцаря. А торговцы начинают выгоднее продавать вам товар. С другой стороны, железные латы, как ни странно, мешают заниматься воровством. Так что, лучше это делать голеньким. Хотя, во многих моментах все-таки можно пенять разработчикам, что они не до конца выдерживают эту планку реализма. Опять же, довольно быстро в игре можно стать богатым, не прилагая особых усилий. Просто потому, что имеются такие довольно читерные персонажи, как мельники, которые сбывают все краденое. А вам для этого даже красть не надо. Вам достаточно пойти в лес, настрелять кроликов. Это будет считаться браконьерством, потому что земли принадлежат всю Зерену. А вы можете их настрелять, и как краденое мясо продать мельнику с какой-то стать, он его покупает, и уже получить очень приличную сумму денег. Хотя, казалось бы, мы всего лишь оруженосец в самом начале игры и должны за каждые грошики бороться. За выполнение квестов нам дают реально гроши. А вот за то, что мы дичь там настреляем, да даже если украдем какие-то побрякушки, мы заработаем довольно приличную сумму денег. Кроме того, во многих моментах ты просто не понимаешь, что ты делаешь не так. Когда на вас начинают ругаться стражники, или почему-то персонаж с вами разговаривает так, как будто вы ему что-то плохое сделали. Это все-таки игра. Тут должно быть какое-то нормальное сообщение о том, чем вы нарушили игровые законы. И вы уже исходя из этого, потом будете строить свой отыгрыш роли. Может, вы будете специально их нарушать, или наоборот, будете законопослушным гражданином. Но когда ты не понимаешь, что ты делаешь не так, и игра даже не пытается тебе это объяснить, это не совсем правильно. Какой бы это ни был реализм. Я думаю, это одна из причин, почему так много негативных отзывов на Kingdom Come Delivered. О, мой шеваль не работает. Что ты делаешь? Что ты делаешь, шеваль? О, мой шеваль болит! О, это невероятно! Тем не менее, давайте уже подводить итог. Я считаю, что игра великолепная, оригинальная, ни на что не похожая, и запоминается надолго. Если вы любитель The Elder Scrolls Morrowind, если вы любитель истории, если вы любитель европейского средневековья, то, несомненно, на Kingdom Come Deliverance вам надо обратить внимание. Только относитесь к ней попроще. Давайте поблажку и не сердитесь, когда у вас будут вылезать баги на экране. Ну, а на этом всё. Вы слышали Лёшу Халецкого, который сейчас опять оденет латы, возьмёт в руку булаву и пойдёт какого-нибудь рыцаря отдубасить на просёлочной дороге. Играйте в умные игры, не забудьте заглянуть на consulwar.ru. Всем пока. Спасибо, что засорили до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.